Одна из хабаровских новостроек, где выделены квартиры для детей-сирот, готова к заселению. Однако возникли препятствия при получении экспертизы готовности объекта. Сегодня рабочая группа правительства края провела выездное совещание. С подробностями Дарья Небора. Комиссия проверяет сохранность многоквартирного дома по улице Аэродромной. Помещение подключено к коммуникациям, лифт запущен, в квартирах провели отделку. Заселение новостройки планировалось начать три месяца назад. Если мы дом не сдадим зиму, нам придется демонтировать унитазы, всю сантехнику, чтобы не разморозить. Потому что из предыдущих случаев показывают, что в это все выходит. Щетчики выходят из строя, потом фильтры и так далее. Проблемы возникли из-за изменений в законодательстве. Когда многоэтажный дом начинали возводить, относительная близость стройки к аэродрому никого не смущала. Сейчас это главное препятствие при получении экспертизы готовности объекта. Аэродром Десав до настоящее время эту территорию не обозначил, в связи с чем есть сложности по определению зоны нахождения нашего дома. Получить квартиру в доме на аэродромной должна и семья Алены Бойко. Девушка единственная, кто остался жить в общежитии. Комнаты сиротам выделили в июне этого года, после того, как 12 человек вышли на акцию протеста. Активистки решили напомнить о своих правах. Годами они не могут получить законное жилье. Тогда протестующим обещали, что их регулярно будут оповещать о подвижках в программе. Временно активисткам предложили заселиться в общежитие. Остаться здесь решила одна семья. У всех дети, у кого сады, у кого школы, те, кто девочки уже стоят, уже на получение квартиры, они не хотят переводить ребенка сначала сюда в сад, потом им выдадут квартиру там в этом году и обратно его куда-то переводить. Перед экспертами поставлена задача решить вопрос по дому на аэродромной в ближайшее время. Между тем, квартиры в новостройке – только один из вариантов предоставления жилья льготным категориям граждан. Предоставлять квартир как в новостройках, так и на вторичном рынке закон это позволяет делать. Кроме того, в Хабаровском крае действует такая система по предоставлению финансов для тех детей-сирот, которые имеют право еще получить квартиру под огру социального найма. До конца этого года сиротам должны предоставить 580 квартир. Дарья Небора, Телеканал «Губерния». Дарья Небора, Телеканал «Губерния»